Застройка микрорайона 6-6А в городе Одинцово продолжается уже несколько лет. Сегодня работы ведет компания «ЮАС-строй», которая возводит корпус 2, 36 и 23. В них планируют переселить свыше 300 квартир. Компания «ЮАС-строй» у нас находится в числе добропорядочных застройщиков. Нет у них обманутых дольщиков, сильно не срывают сроки строительства. Это я говорю, скажем так, ни в коем случае не в поддержку компании, а говорю, как есть на самом деле. Помимо жилых домов, в микрорайоне планируется построить школу, детский сад, магазины и другие социально важные объекты. Основная цель – создать комфортные условия для жизни в шаговой доступности. Тем не менее, для многих жильцов, попавших в зону застройки, сегодняшние сложности важнее обещанных удобств. Почему жители дома по улице вокзальной 51 не были уведомлены надлежащим образом о проведении общественных слушаний на тему проекта застройки нашего микрорайона? И о том, что планируется строительство вот такого многоэтажного жилого комплекса, в принципе, фактически на единственной дороге, ведущей к нашему дому. Генеральный директор ЮАС-3 разъяснил процедуру, по которой жильцы оповещались о строительстве. Представители компании и инициативной группы пришли к выводу, что в будущем имеет смысл прибегнуть к более широкому освещению хода работ. Получили в прошлом году на Градсовете разрешение о комплексной застройке строить 25 этажей. 25 этажей противника разрешили нам губернатор и Градсовет, потому что здесь большое расселение. Расселяются 23 дома, 8 базарей и 15 этажек. Поэтому огромная нагрузка, плюс все социалы. Поэтому здесь микрорайон сложный, один, наверное, самый сложный в Одинцово. Не обошлось и без социальных вопросов. Местные жители озвучили опасения, касающиеся строительства школы, детского сада, а также облагораживания территории. Кроме того, инициативная группа расспрашивала о контроле качества проводимых работ. Все, что касается детского сада, техника такая сейчас, все эти краны, никаких опасностей нет и не будет. И тем более проходим экспертизу. Этот дом будет проходить государственную экспертизу, и я там не вижу никаких проблем. В завершении встречи стороны договорились снова собраться в сентябре. К этому моменту застройщик планирует подготовить запрошенные жителями документы и рассмотреть их предложения. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.